АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СЕРАПИУМ В Александрии, наполненной множеством великолепных достопримечательностей, Серапиум считался прекраснейшим храмом. Святилище, расположенное к юго-западу от города на холме, известном как Акрополь, было построено во время правления Птолемея III, на фундаменте, оставшемся со времен Птолемея I, Сотара. Желающим посетить Серапиум приходилось преодолеть сотню ступеней. В портиках вокруг здания, крыши и колонны которого украшали золотом и бронзой, находились библиотеки. Фараоны, а после завоевания Египта и некоторые римские императоры, щедро одаривали храмом. Внутри храма размещалась статуя Сераписа, посвященная исцелению больных. После 26-й династии, греки в Египте постепенно перенесли египетский культ быка Аписа в свои ритуалы. С основанием династии Птолемеев, культ Аписа еще прочнее вошел в религию греков. Птолемей I предпринял попытку объединить богов Египта и Греции в единое божество по имени Серапис. Имя появилось в результате слияния имен Осирис и Апис. С этим новым божеством династия Птолемеев сумела согласовать похожие вероучения двух разных культур, создав новый династический культ. Сераписы также связывали и с другими богами, в том числе с Асклепием, богом врачевания. Возможно, что больные проводили ночь в этом святилище в надежде на исцеление, как это происходило в храме Сераписа в Канопусе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...